МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это главные новости в студии Сергея Кравцова. Смотрите в нашем выпуске. Наши всех остальных производителей справились. Ключи от Лады Гранты за урожайность, награждение аграриев и обещанные подарки. Мы ожидали, что органы опеки нас поймут, пойдут нам навстречу. Хождение по мукам. Почему процедура усыновления упирается в бюрократические припоны? В поликлинике у нас есть прививочный кабинет, который функционирует с 8 до 19 часов. Прививаться от гриппа или нет? Мнения врачей и орловчан разнятся. Кто окажется прав в разгар эпидемии? Изюма-то в нашей программе, я думаю, будет хватать. Четверть века на сцене орловский камерный хор Лик готовится к своему юбилею. О поддержке семьи, которые хотят усыновить ребенка, часто говорит в своих выступлениях президент страны Владимир Путин. Но на деле вопрос усыновления часто заходит в тупик по причине бюрократических проволочек. К нам в редакцию обратилась одна молодая пара, которая не может решить вопрос с усыновлением с февраля. В органах опеки, по словам родителей, они на удивление нашли не поддержку, а преграду для благого дела. Ксения Туркова узнала подробности. Мы ожидали, что органы опеки нас поймут, пойдут нам навстречу и будут нам содействовать, потому что документы, как нам казалось, не такая серьезная проблема для того, чтобы спасти чью-то жизнь. О том, что долгожданный ребенок уже вскоре появится в семье, Воронова ждали с особым волнением. Решение было осознанным, не исключали и того, что станут родителями для нескольких малышей. Но трепетного момента увеличения семьи пара ждет уже более полугода. Подготовка этого пакета документов там занимает какое-то время, ну там по-разному. А само вот это решение, основание пакета документов, ну по законодательству, оно там делается в течение 10 дней. Но органы опеки еще предварительно должны были прийти к нам. Не пришли. После успешно пройденной школы приемных родителей дело остановилось. Новые требования, вспоминают, появлялись на глазах. Начались какие-то непонятные отговорки. Стали требовать какие-то документы, которые не требуются по закону. Ну, например, какие? Ну, какие-то от участкового, какое-то письмо, которые, ну, какие-то там формальные, то есть требовали какие-то папки. Карактеристика из ЖЭКа. Пустые какие-то, ну, папки, скрашиватели просили принести. Процесс усыновления тянется с февраля. За это время закон пришлось, говорят, изучить от и до. Обращались к юристу, приходили вновь и вновь в органы опеки, продолжая ждать рождения новой семьи и поддержки. Мы сомневаемся, что вы готовы. Обращение довольно-таки жесткое было. То есть никакой поддержки, помощи со стороны рук мы вообще не увидели абсолютно. Несмотря на это, желание взять в семью ребенка, признается пара, только выросла. Ситуация уже заставила обратиться в прокуратуру и к представителям городской власти. После чего надежд на положительный и скорый исход дела появилось больше. Данилевской Екатерине Владимировне, ну, и вот это помогло разрешить ситуацию. Она пригласила всех своих подчиненных, к которым мы до этого обращались, выслушала мое мнение, выслушала их мнение и попросила своих подчиненных решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Теперь семья будет ждать главного вердикта от органов опеки. Если решение окажется не в пользу, Воронова намерена искать справедливости у Фемиды. Ксения Туркова, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Аграрии подвели итоги сельскохозяйственного года и собрали урожай наград. Сделано это было в Орел Гау на торжественном собрании по случаю профессионального праздника. Члены регионального правительства и областного совета награждали лучших сельхозпроизводителей области. Наталья Пехтерева познакомилась с рекордсменами региона. Пора поздравлений и наград пришла на смену горячей паре. Вместо рабочих спецовок – деловые костюмы, вместо резиновых сапог – туфли. Комбайнеры, водители, агрономы, руководители предприятий приглашены на региональный праздник. Пока ждали начала, говорили об итогах страды. Хороший был год с точки зрения экономики. Пусть мы чуть-чуть меньше получили производства пшеницы, но зато получили больше других культур. Глава Ливенского района Юрий Ревин будет вспоминать сезон как один из самых сложных. Хлеборобам не удалось сохранить лидирующие позиции ряда прошлых лет. Засуха привела к потерям озимой пшеницы. Урон потом пришлось восполнять другими культурами. Я считаю, что наши сельхозтоваропроизводители справились в этих сложных условиях и уверенно вышли с хорошими показателями. Природа к нам стала богосклонна, прошли дождики, сегодня хорошие, а зимы прекрасные. Соседи ливенцев-должанцев тоже на прочность испытывала погода. Глава крупнейшего акропредприятия, депутат облсовета Сергей Дорофеев, кажется, только теперь может позволить себе облегченный выдох. За зимой клин посеяли в этом году по 16 тысяч, за зимой пшеницы. За зимой пшеницы, в принципе, неплохая уходит в зиму луков. Я думаю, проблем с пшеницей не будет. На торжественном собрании обобщил картину аграрного года зампред Дмитрий Бутусов. Несмотря на капризы природы, хлеборобы получили урожай зерна, близкий к рекордному прошлого года. В 2015 году ожидаемый валовый сбор зерна составляет 2 миллиона 880 тысяч тонн зерновых культур, более 1 из 6 миллионов сахарной свеклы, 82 тысячи тонн гречихи, 76 тысяч тонн соли. Это является закономерным следствием в результате увеличения посевных площадей в 2015 году более чем на 100 тысяч гектаров. Первый вице-губернатор Александр Бударин от имени руководителя региона Вадима Потомского поздравил всех аграриев области лучшим из лучших награды от президента, Минсельхоза, губернатора и облсовета. Новенькие машины в подарок рекордсменам Жатовой и победителям областного конкурса. Ключи чуть позже будет вручать глава области Вадим Потомский. А пока что трое лучших комбайнеров получили благодарственные письма губернатора Сергея Исаков из Покровского района среди них. Техника хорошая, не подвела. Лада Гранта отправится в Свердловский район. Это награда Роману Макрицыну за личный рекорд. Почти 2000. Тонешь в 7, приходишь с работы уже в 12. Нелегкий труд и опыт агрария, помноженные на господдержку, смогут сделать агропром прибыльным и конкурентно способным, говорят региональные власти. Общий объем федеральных субсидий превысил 2,5 миллиарда рублей. Это на 250 миллионов выше уровня прошлого года. Наталья Пехтерева, Антон Яковлев, телеканал Первая областная. К новостям из сферы образования. Последняя степень высшей школы – магистратура. До середины ноября для управленческой элиты президентской академии двери открыты. Срок обучения два года. О тех, кто намерен занять места в органах власти, всех уровней, расскажем далее. В российских вузах смена поколений. Специалитет уходит в прошлое. На первом плане – бакалавриат и магистратура. В президентской академии на второй ступени высшего образования – перьяншлаг. Студенты, окончившие балкавриат практически всех орловских вузов, экономических специальностей, выбыли магистратуру по направлению экономика или менеджмент именно нашей академии. 500 магистрантов на факультете экономики и народного хозяйства осваивают программу. Направление – экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, прикладная информатика. Магистратура – это вторая ступень после бакалавриата, второй такой уровень, который предполагает углубленное изучение и получение профессиональной специализации. Обучение ориентировано исключительно на практику. Два десятка дисциплин носят прикладной характер. Обучение в магистратуре дает мне возможность в будущем презентовать на высокие должности. И кроме того, уже сейчас я могу применить свои теоретические знания на практике. Поступая в магистратуру, студент может продолжить учиться по своей прежней специальности или освоить новые направления. Таким образом открываются возможности получить вторую профессию. Диплом магистра позволит занять вакантные места руководителя организации. Выпускник с этим дипломом – руководитель высшей категории в сфере экономики топ-менеджер. Пожалуйста, отчет за первый квартал. Спасибо. Я буду руководить, четко для себя определил Александра. Время набраться нужного опыта и знаний есть. Впереди два года обучения в магистратуре экономфака. Я проучилась в академии четыре года и поняла, что она может дать мне новые актуальные знания, которые помогут расширить мои профессиональные компетенции. И тогда я смогу успешно конкурировать на рынке труда. Следует подчеркнуть, что ведущие экономические вузы сегодня готовят наибольшее количество выпускников, руководителей крупнейших компаний России. Третье место в списке занимает и президентская академия. Кстати, агентство «Эксперт-РА» среди лучших вузов страны в первую двадцатку ставят Академию Госслужбы. По заочной форме обучения в магистратуру мы продолжаем набор до 10 ноября. И рады пригласить всех желающих поступить в магистратуру по направлениям экономика, управления персоналом, менеджментом, государственным и муниципальным управлением в этот срок. Сергей Гравцов, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». Экономический блок нашего выпуска представит Ксения Туркова. Ксения, тебе слово. Спасибо, Сергей. Экономический блок мы начнем с обзора рынка недвижимости. Орловская область возглавила рейтинг регионов по росту цен на аренду квартир. Данные разместил интернет-портал «Домофонд.ру», проанализировав рост цен на аренду квартир в 82 регионах. В Орловской области стоимость стала выше на рекордные в России 7,4%. Это самый высокий показатель роста в стране. Даже в столице он оказался вдвое меньше Орловского. В Москве цены на арендуемое жилье повысились на 3,9%. Свой анализ провели и орловские риэлторы. Спрос на недвижимость в Орле сократился на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Исключение составляет только так называемое социальное жилье. Есть новости и для врачебного сообщества. Согласно новому постановлению правительства области, на единовременную выплату теперь могут рассчитывать медработники с высшим образованием в возрасте до 45 лет. В прошлом году возраст врачей, имевших право на получение миллиона рублей, равнялся 35 годам. Условие же получения выплаты осталось прежним. Это обязательный переезд врача в сельскую местность. В это же время открытых вакансий в службе занятости Орловской области по сравнению с прошлым годом стало в два раза меньше. В списке их сейчас около 4 тысяч. Наряду с этим трудности испытывают и те орловчане, кто официально трудоустроен. Задолженность по заработной плате в Орловской области превысила 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Орел Стат. Заработную плату не получили 682 человека. В среднем в каждом из них работодатели обязаны выплатить по 60 тысяч рублей. А сейчас новости от ведущих экспертов в налоговой сфере. Инспекторы успешно завершили кампанию по сборам. Итоги работы текущего года подвела налоговая служба региона. Бюджет Орловской области налоговой сборы пополнили на 11,2 миллиардов рублей. Напоследок о кадровых перестановках. Исполнять обязанности руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области будет Сергей Филатов. И немного из экономики мировых новостей. Сегодня компания Pepsi представит не новый напиток, а смартфон. Гаджет получит название Pepsi P1. Правда, продаваться он будет только в Китае. Его цена уже известна около 200 долларов. О других экономических новостях я расскажу вам ровно через неделю. Спасибо, Ксения. С середины октября на Орловщине началась сезонная вакцинация. 200 тысяч доз спасительного противовирусного препарата было выделено на области в этом году. Прививаться или нет и какой способ дешевле? Ответы на эти вопросы знает Алина Логутина. Повальное заражение гриппом приходится обычно на конец января, начало февраля. Хотя нередко вспышки инфекции были зафиксированы и в ноябре месяце. Поэтому иммунизация населения от гриппа начинается заблаговременно. В этом году мы получили чуть позже вакцину. Обычно начинаем с сентября. Сейчас мы на той неделе получили вакцину. Отечественную нашу СОВИ, грипп называется. И прививать мы уже начали. На данный момент ситуация в области стабильная. Случаев заболевания гриппом не было, говорят медики. А вот ротовирусной инфекции есть. Согласно статистике, которую ведут в третьей поликлинике, за день бывает порядка 120 вызовов на дом. В момент пика эти показатели обычно переваливают за 300. Поэтому врач-инфекционист Галина Анисенкова советует орловчанам перестраховаться и сделать прививку уже сейчас. В поликлинике у нас есть прививочный кабинет, который функционирует с 8 до 19 часов. И прививка доступна. После осмотра врача дается сертификат на руки и делается прививка. В муниципальной поликлинике введут вакцину бесплатно. Однако желающих привиться за государственный счет немного. Сегодня здесь те, кто научен на горьком опыте. Случилось так, что и та, и другая семья переболела очень. Теперь решили всем своим кланом маленьким все это сделать, чтобы каким-то образом себя обезопасить. Я не могу сказать, что это прям, я так думаю, что это стопроцентная защита. Но, во всяком случае, гарантия какая-то все равно, наверное, прослеживается. Организм-то весь возраст там с моим, наверное, что он крепче не становится. Надо же хоть обезопасить его как-то. Пойдут ли привитки на пользу, да и вообще у кого какой иммунитет, покажут зимний месяц. Но болеть в любом случае не только неприятно, но и дорого. Мы отправились в одну из муниципальных аптек, чтобы узнать, сколько в среднем будет стоить стандартный выздоровительный набор. Если говорить о противовирусных препаратах, то на сегодняшний день существует много. Начиная от порядка 100 рублей, заканчивая до 500-600. Если говорить о препаратах для лечения боли в горле, то это спреи от 60-70 рублей, таблеточки для рассасывания, и вплоть до 500 рублей. Если нужен спрей для носа, то самый простой отечественный препаратик начинается с цены 70-80 рублей за флакон. А импортные препараты 150-200 рублей. Препараты для лечения кашля от 20 до 300 рублей. Приходя в аптеку с рецептом от терапевтов, средний покупатель тратит тысячу-полторы. И это при учете, что препараты вам помогут справиться с симптомами, и за второй порцией идти не придется. Так что вопрос, перевиваться или нет, остается открытым. Алина Лагутина, Владимир Ноздрачев, Первый областной. За 9 месяцев текущего года на дорогах Орловщины произошло 854 ДТП. Из них 55 с участием мототранспорта. Это на 20% меньше по сравнению с прошлым периодом. Погибло 112 человек. Более 1100 получили ранения. Итоги подвели в ГИБДД области. Если брать автодороги области, то у нас наблюдается снижение именно на автодорогах вне населенных пунктов. Я имею ввиду снижение на 21%. Это 356 ДТП, в которых 80 человек погибло. Минус 2%. И 529 получили ранения. Ухудшилась ситуация на автодорогах федерального значения. За 9 месяцев произошло 195 ДТП. И 46 человек погибло. В частности, на трассе Орел-Тамбов в 2015 погибло только 20 человек. В прошлом году 11. Что касается видов ДТП. Основную массу, как правило, как и всегда, по вине водителя, основной массой ДТП произошло. Это 78 ДТП, в которых 100 человек погибло. И практически это 90% от всего количества ДТП. Это как раз по вине водителей. В состоянии алкогольного опьянения продолжаются дорожно-транспортные происшествия. И несмотря на то, что их на 25% практически меньше, 86 ДТП, в них погибло 7 человек, как и в прошлом году. И 132 человек получили ранения. Всего же сотрудниками ГИБДД было пресечено почти 345 тысяч нарушений. Чаще всего недобропорядочные водители превышали скорость и управляли транспортным средством в алкогольном опьянении. Орловскому губернаторскому камерному хору на днях исполнится 25 лет. Творческий путь начался с церковного хора Свято-Никольской церкви города Кромы. Тогда в хоре было 8 исполнителей. За годы становления творческого коллектива присоединилось еще порядка 20. ЛИК является неоднократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов. С января 2004-го хор получает статус губернаторского. Коллектив постоянно расширяет и обновляет свой концертный репертуар. Активно включает в него произведения современных авторов, многие протитуры которых обрели благодаря коллективу свое первое исполнение. У нас очень много текущей работы. Конечно, изюма-то в нашей программе, я думаю, будет хватать. Там и современная зарубежная музыка, негритянские спиритчуэлс. Мы приготовили уникальный совершенно фрагмент концерта норвежского композитора современного для фагота с хором. Это нигде еще в России пока не исполнялось. 21 октября в зале ДК железнодорожников пройдет концерт Орловского губернаторского камерного хора ЛИК, посвященный 25-летию коллектива. Психическое здоровье граждан поставят на контроль. Вопрос обсудили парламентарии на выездном совещании в лечебно-профилактическом учреждении. Значимость этой патологии растет буквально с каждым днем. Свидетельством этому являются и те события, которые происходят и в центре, в столице нашей, о которых мы видим каждый день. Это и убийства, и правонарушения, и все остальное, что с этим связано. То есть социальная значимость психиатрической патологии очень велика. И с позиции качества жизни людей, безопасности людей. Величину прожиточного минимума для детей и импенсионеров региона, софинансирование программы «Земский доктор», капитальный ремонт в первой детской поликлинике и обеспечение льготных категорий граждан лекарствами – целый ряд проблем, решить которые наметили в ближайшее время. Федерации Нарышкину у нас за плату в амбулаторных условиях получают лекарственную помощь 81%. В сравнении с развитыми странами где-то процент не более 40%. Тем более, что в основном получают инвалиды, вот такие категории, которые связаны с какими-то тяжелыми заболеваниями. Вместе с тем ряд больных и болезней, которые имеют социальную значимость, такие, как гипертоническая болезнь, от которой, в общем-то, умирают и от инсультов, и от инфарктов, значительная часть, большая часть населения, в общем-то, в значительной степени этими мероприятиями не охвачены. Среди главных причин такой тенденции депутаты называют и законодательные пробелы. Речь на заседании шла и о том, какими нормотворческими актами их можно устранить. Медицинскую тему продолжит следующая новость. Поликлиника номер 3, город Орла, празднует юбилей. В этом году учреждение отмечает 70 лет со дня основания. Лучших представителей профессии чествовали во вторник в Институте культуры. Свои поздравления медицинским работникам учреждения направили руководители города и области. Сегодня много добрых слов можно сказать и о новом оборудовании, и о современных методах обследования и лечения. Но главное, что есть в поликлинике, это дружный, сплоченный профессиональный коллектив. Поликлиника номер 3, старейшее медучреждение в городе Орле. В настоящий момент здесь оказывают помощь жителям заводского района города Орла. Обслуживается в поликлинике около 100 тысяч человек. Мне радостно видеть, как вливаются в наш коллектив молодые специалисты. Как, по примеру, старших коллег, они стараются относиться к делу так, чтобы каждый горожанин, который обращается к нам, получил квалифицированную помощь. На этом у нас все новости. Интересную информацию сообщайте нам по телефону 76 10 28. А также пишите на наш сайт obladin.ru. С вами был Сергей Кравцов. Всего доброго. В крупную компанию срочно требуется экономист. Полный соцпакет, достойная заработная плата. Телефон 48 76 52. Вернисаж. Уютное кафе на 100 человек с вип-кабинами. Комфортный банкетный зал на 30 мест, роскошный зал торжеств и огромный бильярдный зал. Живая музыка и караоке. Комсомольская 265. Телефон 77 91 78. Звоните и заказывайте. Более 10 тысяч ковров, более 100 коллекций, 500 квадратных метров торговых площадей. Мы в Орле, чтобы вас удивлять. Благородные персидские ковры с выгодой до 20 тысяч. Большой ковровый центр в мебель-центре Грин. Третий этаж. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фото-сувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел в шуме на 37, первый этаж. Звони 760908. Памятник в день обращения. Даниломастер.ру Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10. На экспресс-радио. Партнер рубрики «Прогноз погоды». Ковровый центр «Мебельцентра Грин». Ковровый центр «Мебельцентра Грин» Продолжение следует...